Приветствую! Сегодня я с позитивной новостью. И эта позитивная новость заключается в том, что наконец-то, впервые с момента оглашения всеобщей мобилизации в Украине, суд принял решение, которым признал право человека на освобождение от призыва на воинскую службу в связи с мобилизацией в Украине на том основании, что у него религиозные убеждения запрещают проходить воинскую службу. Мы уже с вами как-то в предыдущих видео разбирали ситуацию, где был наоборот. Обвинительные приговоры человеку более того дали реальный срок за то, что он отказался от призыва в связи со своими религиозными убеждениями. В этой же ситуации все пошло по-другому и сейчас мы разберемся, почему суд принял на самом деле здесь другое решение. И я покажу вам то, на что вам нужно обратить внимание, если вы планируете получить освобождение от мобилизации в связи с вашими религиозными убеждениями. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к тексту самого приговора. Первое, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, это даты. Вот посмотрите, как быстро работает вообще государственная система. 20 марта 2023 года было принято это решение суда. А когда же все началось? А вот давайте посмотрим. А началось все 3 марта 2022 года. Больше года человек ждал, когда же будет в отношении него принято какое-то решение. Вот представьте, осознайте вообще, да, как, наверное, психологически человеку все это время жилось. Я как раз таким образом хочу вам показать, насколько быстро вообще работает государство. То есть, когда вы обращаетесь в суд и думаете, что сейчас мы быстро получим какое-то решение, можем получить быстро, через год. Вот, вполне себе быстро. Вот. К сожалению, друзья, вот так. Да, я смеюсь, но это, знаете, тот смех, когда уже смех не повод порадоваться, а просто защитная реакция твоего организма. Потому что мы, юристы, уже привыкли к тому, что дела рассматриваются достаточно долго. Что здесь за история? История простая. Человек, неизвестно нам, каким образом оказался в ТЦК и ЕСП, и ему там предложили пройти ВЛК, соответственно, и хотели выдать мобилизационное распоряжение. На что получили отказ? То есть, человек отказался и от прохождения ВЛК, и от получения мобилизационного распоряжения. Данные действия его были восприняты как уклонение от мобилизации и передано, соответственно, дело в полицию по статье 336 уклонение от мобилизации. При этом хочу обратить ваше внимание, что человек не просто отказался от прохождения воинской службы, а он написал заявление, что он по религиозным убеждениям отказывается служить. Но при этом он готов выполнить свой такой долг перед Родиной, да, и просит заменить ему воинскую службу альтернативной службой. Что здесь важно? Важен вот этот подход человека. То есть, он не просто сказал, я не буду служить и все. А человек подал заявление, во-первых, с объяснением, а во-вторых, он попросил заменить воинскую службу альтернативной службой. Давайте посмотрим далее и перейдем к тому, что наиболее важное вообще, что есть в этом приговоре. То, чего не было в предыдущем приговоре, о котором я говорил, да, где человеку дали реальный срок. Смотрите, судебная система работает так, и я много раз это говорил на стримах, когда вы мне звонили и интересовались, а как же получить освобождение от мобилизации в связи с религиозными убеждениями. Вспомните, что я говорил. Доказательства. Помните вот этот фильм, прекрасный, с Арнольдом Шварценеггером? Какие ваши доказательства? Судебная система работает так, что каждое свое заявление, каждое свое слово ты должен доказать. И вот здесь как раз есть эти доказательства. Смотрим. Довідка выдана головой керевного комитету Центру святків Йегови, релігийной организации, релігийный центр святків Йегови в Украине, Відповідно якої особа 4, це саме наш герой нашого сьогоднішнього рішення суду, З 9 липня 2016 року є присвяченим, охрещеним служителям релігийного объединения святків Йегови в Украине та призначений 17.09.21 на посаду священнослужителя, служителя діяконом збору. Вот ключевой момент, есть доказательства того, что у тебя есть эти убеждения, что ты действительно соотносиш себя с какой-то религией, которая запрещает человеку проходить воинскую службу. Понимаете, вот что главное. А далее, если посмотреть, там еще есть определенные доказательства. И среди этих доказательств, ну, человек, допустим, подавал заявление, он обращался, ну, это такие косвенные уже доказательства, конечно, до ссылочной рады обращался, где просил дать ему какую-то возможность проходить службу альтернативную. Ну, и главное еще, что здесь. Например, вот. Лист доступника директора Департаменту социального захисту населення Хмельницької ОДА за 2016 рік, адресованный особа 4, это наш герой, сгідно которого его направлено для проходжения альтернативной на войсковую службу с 2016 по 2019 рік. То есть здесь человек показал, что он не просто сегодня вдруг стал верующим, вдруг вот чудесным образом уверовал. Человек показывает, что у него это давняя история. Более того, когда стоял вопрос о призыве его на срочную службу, призыв на срочную службу был заменен как раз альтернативной службой в связи с его религиозными убеждениями. И вот этот момент, вот эти документы, они здесь являются главными. Они показывают, что ты действительно принадлежишь какой-то церкви, какой-то религии, которая запрещает тебе прохождение воинской службы. Конечно же, помимо этого суд, безусловно, обратил внимание и там по приговору можно найти, где суд ставит вопрос, а как вы могли выдавать мобилизационное распоряжение и призывать человека, который не прошел ВЛК? Вот этот момент тоже очень важен, но уже в другом контексте. И мы говорили об этом, что человека можно призывать на воинскую службу только после того, как он пройдет ВЛК. Потому что закон о воинской службе и воинской обязанности прямо говорит, что перед тем, как призывать, мы обязаны, государство обязано провести Медогляд. Только после этого призывать, потому что смысл Медогляду в том, чтобы обеспечить призыв здоровых людей, а не всех подряд. Что еще помогло человеку в этой ситуации? Ему очень помогло то, что его религиозная организация признана государством такой, члены которой не могут проходить воинскую службу. Есть соответствующее постановление Кабинета министров. Оно еще, как мы видим здесь, с 99-го года. И этим постановлением утвержден перелик религийных организаций, веровчения яких, не допуская користувания зрою. И вот перечень вы сейчас видите на экране. И здесь, соответственно, есть свитки Еговы. При этом, поскольку у нас страна, как правило, православная, да, то если мы здесь посмотрим, а православных здесь нет. То есть православие не является тем вероучением, которое запрещает использовать оружие. И, соответственно, те из вас, кто является православным, не может получить с точки зрения государства вот такую отсрочку. Да, вернее, не отсрочку, а замену воинской службы альтернативной службой. Безусловно, этот перечень, который вы сейчас видите на экране, он касается тех случаев, когда человеку заменяют срочную службу на альтернативную, а не призыв по мобилизации альтернативной службой. Но здесь по аналогии, безусловно, суд использовал этот момент. И если мы вернемся к решению суда, то мы увидим, какой же приговор был вынесен. Визнати невинуватым у предъявленному ему обвинуваченне, предбаченному статтею 336 КК Украины, та выправдати у звязку з відсутністю в деяниях складу криминального правопорушения. Подводя итоги, мы можем сказать следующее. На что обратил внимание суд? Первое. Человек не прошел ВЛК. Если человек не прошел медкомиссию, мы не можем его призывать и не должны были вообще выдавать ему мобилизационное распоряжение. О какой повестке может идти речь, если вы даже не определили, а пригоден ли человек к воинской службе, либо не пригоден? Ведь смысл медкомиссии в том, чтобы призывать людей здоровых на воинскую службу, которые могут выполнять эту обязанность, а не просто лишь бы призвать. И второе. У человека были доказательства того, что он является участником религиозной общины, вероучение которой не позволяет брать в руки оружие. Вот это самое главное доказательство. Если вам интересен вопрос замены воинской службы на альтернативную, напишите об этом в комментариях. Я тогда сделаю более подробное видео с разбором именно правовых оснований для этого. При этом обращу ваше внимание, что речь идет не о освобождении от мобилизации вообще, а освобождении от призыва на воинскую службу. То есть при этом человека все равно могут привлечь к каким-то общественно полезным работам, работам на благо государства во время военного положения и мобилизации в Украине. Друзья, если вы считаете, что судья был молодец, что вынес такое решение впервые в Украине, подчеркиваю, за время всеобщей мобилизации вынес решение, которым признал право человека на освобождение от воинской службы в связи с его религиозными убеждениями, то давайте поставим лайк этому видео. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok